Рынок на спортивной внезапно вернулся в 90-е. Продавцы распродают оставшийся товар, пока торговые центры больше месяца остаются закрытыми. Торговцы не знают, что будут делать дальше. Возможно, некоторым придется свернуть предпринимательскую деятельность или уехать из страны. Пока не знаем, неизвестно, что ситуация у нас. Что-то откроют, либо не откроют, дальше будем работать или нет. А вам известна причина закрытия? Ну, причина закрытия – это конфликт двух сторон. Из-за этого вот сейчас такая ситуация у нас идет. Понятный мэйр. Никто ничего не отвечает. Никто ничего не знает даже. Мы дальше ничего будем будить, не знаю. Это просто садизм. А вам объяснили причину закрытия? Я не знаю. Я, честно говоря, не вникала просто к тому, что я работаю на этом рынке более 26 лет. Нет. Ну, объяснение таких. Там какие-то у них между собой неполадки. А, так сказать, отвечаем мы за это все. Вешалки с одеждой расставлены прямо на улице, а горожане тут же ее примеряют. Многие помнят, как стояли на картонках на китайском рынке. Некоторые, даже не побоявшись давки, идут с семьей и с детьми. И понятно, почему. Цены, например, на зимние куртки начинаются с 500 рублей. Детскую обувь торговцы отдают за 300. Также можно найти дешевые автотовары, предметы для дома, технику и аксессуары. Здесь сейчас цена низкая, поэтому хорошо. Если там, там дорого. Здесь дешевле намного. Вот купили джинсы себе. Многие горожане и ранее регулярно бывали на спортивной, совершали покупки и лично знакомы со многими продавцами. Спортивка всегда была местом, где можно было приехать к китайцам, пойти поторговаться. А сейчас вот они все уходят. И если куда-то в другое место перейдут, то будет неплохо. Зачем вот закрыли? Пускай бы работал народ, ходил бы туда. Кому они мешали? Да. Новые хотят построить здание, гостиницу или что? Что за передел собственности? Нас не спросили. Самое страшное. Напомним, по решению суда торговые центры «Союз» и «Гранд» должны снести до конца мая. Их признали самовольными постройками. Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на Восьмом.